А пахнет сквозненько, вот бы попробовать. Прикольно, а из него можно сделать туалет? А слаймик-то у вас очень даже прикольненький получился. А вот антистресс, кровавый глаз, который они потеряли. Этот глаз похож на Мишин глаз. Фу, как это мерзко. О, как это противно, жесть. Ля-ля-ля-ля-ля. Привет, привет, как дела? Привет. Как делишки, как выходные прошли? Эйвен, хватит на меня лапы свои ставить. Че ты, София, че ты делаешь? А, отстаньте, я занята подготовкой. Эйвен, ну все, успокойся, хватит уже. Я, Киса Алиса, я умываюсь. И ты на канале Мэджик Пэт. Я София, а я Эйвен. А я, а я, а я, а я Миша. Лайк. Она имеет в виду, ставь лайк. Лайк. А я покемон Юмичу. Ставь, 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 ставь лайк. И подписывайся на канал. Вообще-то это должна говорить Киса Алиса. Это не мои слова. Но она моя хорошая подруга, и она занята. Поэтому, вот, короче, пиши комментарии, потому что они, они появляются вот тут вот в видео. А я Миша, к лайкам. Миш, ты уже это говорила. Да? И сегодня мы снова будем антистресситься, только надо Аню позвать. Короче, давайте начинать. Ла-ла-ла-ла-ла. Я сегодня не выспалась и очень хочу спать. Поэтому сегодня я буду работать контролером-наблюдателем. А я теперь хочу работать, знаете кем? Спасателем! Они такие гудые. Юмич, ты в курсе, что это очень опасная работа? Да ладно, Миш, просто Юми насмотрелась нашего нового видео на канале Мэджик Фэмили. Не переживай. Про собак-спасателей. Да, которые спасли Аню в заброшке в завале. Обязательно сходи и посмотри его, и ты увидишь, как работают собаки-спасатели. Это было очень сложное видео, но оно очень необычное. Собаки-спасатели, вытащили Аню на заброшке в завале? Мы оставим ссылку на видео там внизу в описании. Да, вот там, как обычно, внизу, вот там, понял? И-и-и-и, и лайк. Да, обязательно поставь лайк Ане и всем, потому что это, это, это просто очень круто. Круто, круто, круто. София, не бей меня по голове, пожалуйста, перестань. Ну и да, и на Анином канале тоже веселые, прикольные новые видео. Кстати, ваши любимые смешилки. И не только смешилки, там еще должен быть новый ролик. Если она его выпустила сегодня. Короче, новые видео везде. Да, потом сходишь и посмотришь. А сейчас давайте звать Аню. Да, потому что она должна нам помочь антистресситься. Мы тут столько всего подготовили. Пошел ее позову. Давай скорей. А я, между прочим, спасателей и смешилки смотрела вчера вот на этом компе, пока Аня спала. И сегодня надо будет еще одно видео посмотреть. Пойдем, пойдем, Ань, скорей. Привет. Привет, привет всем. Ну что опять вы тут придумали, а? Чем вы опять хотите заставить меня заниматься? Ой, Ань, столько всего у нас тут есть, сейчас покажем. Мы будем антистресситься. Опять антистрессы? Да, вот и я им говорю. Давайте каждый себе свой канал заведет и будет снимать блогерские видео. Мы тут столько насобирали. А Кисалису предлагают, как всегда, всякий бред. Чей-то бред. Кисалис, че это ты везде свои игрушки разбрасываешь, а? На, держи, поиграй. Да, вот, вот, может, я летсплей хочу снимать. А я тогда хочу жить глазами, сынка покемона. Так, я смотрю, вы тут опять ножницы мне подготовили, да? Что-то будем резать. А давайте и правда сведем себе свои каналы. Так, ребят, с ножницами аккуратнее. Ладно, вы только болтайте, а сами ничего не сделаете. Что это тут у вас такое? Сейчас посмотрим. Вот именно только и делают, что болтают. Вот пусть ребята в опросе проголосуют. Так, что тут у нас такое? Глаз вампира. Ребят, вы уверены, что это антистресс? А что же еще? Вообще-то это жевательная резинка с наполнителем в виде глаз. Как это жевательная резинка? Сейчас я ее открою и попробую. Неужели это можно сажать? Я ее открыла и пробую. Она очень твердая сначала. Но она, ребят, человеческая, так что простите. Аня, покажи, как выглядит. Осталось три глаза, два желтых и один голубой. Аня, ты уверена, что нам такое нельзя? Сколько раз вам объяснять, что человеческую еду животным нельзя. А пахнет скучно, вот бы попробовать. Нет, я вам это не дам. А мне кажется, все-таки что у нас был антистресс-глаз. А, значит, это его за диван закатило. Надо сейчас пойти найти, пока они до него не дошли. А тазик-то вы зачем приготовили? Увидишь, Ань. Ладно, посмотрим, что это за ведро и что в нем за антистресс. Это радужный песок. В смысле, просто кинетический, да? О, а ребята, которые смотрят этот ролик, кто-нибудь знает, что это за машинка? Я знаю. А я нет. Только не говори, пусть ребята в комментариях напишут. Так, ну да, как я и говорила. Обыкновенный синий кинетический песок. Прости, Миш, по-другому не получалось. Ух ты, он форму держит. Я думаю, ребятам, которые нас смотрят, не нужно объяснять, что такое кинетический песок. Он очень прикольный на ощущения, а когда его много, это еще прикольнее. Особенно его очень классно и антистрессно жамкать. Алиса, из него лепить что-нибудь можно, да? Да, но лепить я не умею, поэтому лепить мы сегодня не будем, ребят. Пиша, Алиса, иди посмотри, ты любишь всякий песок ковырять. Прикольно, а из него можно сделать туалет? А, Алис, вряд ли. Зато из него, если ты реально не рукожопик, как я, можно слепить что-нибудь прикольное, а потом это разрезать и антистресситься с ним. А, ну тогда так неинтересно. Так бы в тазик его насыпали, я бы в туалет не уходила. А так что в нем просто ковыраться? Да, ушки с Алиса. Ладно, давай, убирай его. Иногда я чувствую просто себя вашим рабом. Слушаюсь и повинуюсь. Ты и есть наш раб. Интересно, о чем бы еще мог быть мой видеоблог? Может, про то, как я ловлю мышей? Ох, ребят, чтобы было побыстрее, я предлагаю так. Беру тазик и ножницы. И режу все, что под руку попадется. Вот, например, этот антистресс. Рыжая птичка, висюлька-болтулька, пушистая, силиконовая. Она еще и с блестяшкой, смотрите. Не с блестяшкой, а с мигалкой. Ну, с мигалкой, какая разница? Мы, кстати, таких уже резали. Вы уверены, что хотите его разрезать и посмотреть, что внутри? Я думаю, там ничего нет. Ань, мы уверены. У нас ролик, мы против антистрессов. Мы их уничтожаем. Давай, порастягивай его. Ой, он порвался. Тогда тем более режь. Ладно, разрезаю. Смотрите, внутри ничего нет. Там только вот эта вот светюлька. Уф ты, прикольно. Светюлька и все, больше в этой птичке ничего. И она, кстати, не очень качественно, очень быстро рвется. Наверное, она из плохой резины или силикона, из чего их там делают. О, во, во, смотрите, она прям реально рвется на глазах. А светюльку-то оставь. Мы этих светюлек ваших накопили уже много. Ладно, положу пока сюда. Почему светюлька? Мне нравится говорить. Мигалка, потому что она мигает красно-синим. Она будет моя. Ой, Юмич, ты до сих пор как ребенок. Так, а это что за зеленая банка? По-моему, в ней не антистрессы, а, ну да, конечно, орбизы. Это не орбизы, это икра. Я принесла светюльку. Софи, зачем ты ее обратно притащила? Отдай, я же ее убрала. Слушай, Ань, а может эту икру можно есть? Это не икра, это обычные прозрачные орбизы. Может быть, их, конечно, и можно есть, но пробовать мы этого не будем. А это что еще за странный пакет? Что там такое внутри? Там что, слайм, лизун, антистресс? Не поверишь, Ань, но это радужный слайм, который мы сделали своими лапами. Серьезно? Когда вы успели? Да, мы всю ночь не спали и его лепили, смешивали из разных-разных антистрессов и слаймов и вот. Зырь-то получилось. Не зырь, а смотри Юмичу. А Юми у нас гопник. Эй, Иван, Миша, вы плохо воспитываете Юми. Э-э-э. Ладно, давайте посмотрим, что вы там натворили. Чтобы я мучилась и показывала это нашим мэджикам. Вы не могли это засунуть ни в пакет, а в какую-нибудь пластиковую коробочку? Он же сейчас там весь слипнется. Хотя, странно, он даже особо-то и не прилип к пакету. Спасибо вам за это, ребята. Кстати, а слаймик-то у вас очень даже прикольненький получился. И правда такой радужный. Вы в него напихали вот этих вот шариков, как их там называют, я не помню. Очень прикольный на ощупь, классно с ним антистрессится. И самое прикольное, это цвет. Он действительно такой радужный. Тянется неплохо. Ой, ой, он сломался, кажется. По-моему, вы слишком много тетрабората в него положили. Ладно, сейчас попробую его еще пожамкать, соединить. Может быть, согреется в руках и не будет таким ломким. Вроде вот так помнешь и уже получше, да. Так, и что нам с ним делать? Очень много шариков на руках остается от него, ребят. Мы думаем, может в него еще добавить вот этот шариковый пластилин салатовый? Шариковый пластилин? Еще? По-моему, его там достаточно. Аня, слушай и повинуйся. Делай, что мы говорим. Это наш канал и наше видео. Так что давай, вперед, добавляй. Вот именно Ань. Ой-ой-ой, какие же вы важные стали. Конечно, если у вас почти полтора миллиона подписчиков на канале, можно теперь мной управлять, да? Что-то он не открывается. Сейчас я его ножницами как-нибудь разрежу. А вы вообще зазвездились. Ань, ну это неправда, мы никогда не зазвездились. Просто это наш канал, и ты должна нас слушаться на нашем канале. Вот именно. Мы же тебя на других наших каналах слушаемся. Ладно, ладно, справедливо. Но, кстати, ваш шариковый пластилин, который вам в посылке прислали Мэджики, по-моему, уже высох, испортился, и ничего из него не получится. А ты его попробуй. Я, конечно, по вашему желанию попробую его впихать в ваш слайм, но нет, ребят, нет. Это так не работает. Блин, а слаймик-то у вас очень классный получился. Мне он очень нравится, очень прикольный. Я прям залипаю на него, если честно. А вот антистресс, кровавый глаз, который они потеряли. Надо уйти, типа это не я. Ань, смотри, вон глаз у дивана валяется. Точно тот самый глаз. Я же говорила, что жевательные глаза вампиры это не то. И есть, вот антистресс глаз. Тащи его сюда. Так, странно и правда, как он тут оказался. Что это у нас такое? Лизуны, мелкие пакости. Сейчас посмотрим. Аня, давай этот глаз тоже разрежем. Да, будет прикольно посмотреть, что у него внутри. Вам бы все лишь бы разрезать. Погодите, дайте мне его разглядеть. Это реально какой-то красный лизун, а внутри у него глаз. Как это устроено, как это работает? Этот глаз похож на Мишин глаз. Да, по-моему, похоже. Юмичу, не говори глупости вечно, ты скажешь что-нибудь ужас. Юмичу, зачем ты обижаешь свою маму, Ходина, и приемная? По-моему, он на твой глаз больше похож. Да ладно? Так, ребята, хватит говорить всякие глупости. Ой, он упал. Ни на чей он глаз не похож. Он, кстати, действительно настоящий прям лизун. Он такой прилипучий, что от руки не отваливается, если посильнее его к ней приклеить. Смотрите, фокус, фокус. Прям держится на руке и не падает никуда, хоть он и как шарик. Ох, какой жуткий глаз. На него уже ваша шерсть понаприлипала. Так, давайте попробуем его как-то оттуда вот так вот вытащить, чтобы разглядеть хорошенько, пожамкать его. Он, кстати, такой очень-очень плотный, вообще не рвется. Ань, может, хватит уже? Кажется, мы потеряли ее, Аня залипла в глаз. Может, мы просто его разрежем, а? Ладно. Ну, наконец-то. Покажи нам поближе. Ну, что, вот глаз. Понятно. Классный глаз. Софи, ты что, разучилась говорить? Ты имела в виду красный? Да нет же, я говорю, глазный. А, ну, не знаю. Мерзкий, по-моему. Давай уже позырим, как этот глаз там внутри засунут. Ох, Юмичу, опять сказала, позырим. А надо говорить, посмотрим. И что же, не умничай там. Ты же со мной с головой упадешь. Отрежу от глаза вот тут вот сверху кусочек, чтобы его вытащить. Фу, как это мерзко. О, как это противно. Жесть. У меня такое странное чувство от того, что я делаю. Он еще и прицеплен там, как настоящий глаз, как будто на нерве там. Фу. На самом деле, это половинка глаза оказалась. Вау, вот это было классно. Какая гадость. Мам, ты вообще не понимаешь, это было прям прикольно вообще. Фу. Ну, вот и все. Смотрите, у нас осталась половинка вот такого вот белого глаза, который как раз туда приклеенный засунут. И сам, по сути, глаз. И, кстати, он вообще не потерял форму. Таким же шариком и остался. Настолько плотный антистресс. Он вообще практически не рвется. Вообще невозможно его никак порвать. Это делается очень с большим трудом. Но все-таки порвался глаз. Да, но материалы у этого глаза реально качественные. Смотрите, кстати, тут пупырышка, на которой и держался вот этот вот пластиковый глаз. Фея. Ладно, ребят, я вижу, что у вас тут еще много всего осталось. Но мне, если честно, пора монтировать видео. Ну, тогда ребята могут идти и смотреть ролики на других наших каналах. Да, особенно про собак-спасателей. Тяжело тебе, наверное, в заброшке в подвале было лежать. Да уж, и Юмичу вон засыпает. Че? Так что иди и смотрите ролики на других каналах. Чу-чу. А мы с тобой скоро увидимся. Пока. Пока, ребят.